Сочинские пенсионеры не хотят ограничиваться стенами собственного дома. Они стремятся жить долго и интересно. Поэтому и зародился такой проект, как активное долголетие. Это спорт и танцы, песни и стихи, а главное желание разнообразить свою жизнь. Одни сосредоточенно увлечены шахматной игрой, продумывают каждый ход и не дают возможности своему сопернику поставить мат. Другие учатся танцевать. Сначала несколько человек, затем желающих становится больше. В старшем возрасте тоже есть свои вершины, которые мы можем достигнуть и должны достигать. Как организовать всех бабушек и всех дедушек? Наверное, все же здесь должно работать наше сообщество, наши серебряные волонтеры, в конце концов сарафанное радио, наши ТОСы. Потому что найти друзей по творческим занятиям, найти единомышленников, конечно, сидя на лавочке трудно. Надо все равно куда-то выходить и что-то делать. Если позволяет здоровье, почему бы всем вместе и не заняться оздоровительной гимнастикой? Молодежь подбадривает людей старшего поколения. Шагаем вместе. Право, влево. Право, влево. Отлично. Широкие шаги. Планируется также занятие гимнастикой ЦИГУН. А на этой площадке можно готовиться к сдаче норм ГТО. Есть специально разработанные нормативы для пожилых. Если человек начал заниматься в пожилом возрасте, то просто-напросто надо подбирать вес гири, чтобы он мог заниматься. А заниматься можно начинать с любого возраста. И в любом возрасте нужно оставаться позитивным. Хорошее настроение, уверены сочинские пенсионеры, дарит и собственный внешний вид. А вот одеваться, вы знаете, я вообще-то педагог, учитель высшей категории, отличник народного образования. И привыкла уже к своим детям ходить. И сейчас, хотя я на пенсии, мне хочется всегда выглядеть приятно, нарядно. Сочинский проект «Активное долголетие» будет работать во всех районах города. На сайте администрации Сочи размещена подробная дорожная карта всех мероприятий для людей старшей возрастной группы.